приветствую я не знаю читали ли вы дымуру или нет я лично не читал мне там азербайджанские товарищи подсказали дымура заявил что ближайшее время уже в 2018 году рубль полностью рухнет и даже наверное будет 80 но я нашел еще там рядки ну как нашел там ссылки таких сообщений что обещают что рубль будет 100 рублей за доллар вот так вот испарись а давайте действительно как бы серьезно отнесем всякие информации насколько действительно есть риск что может быть вал рубля почему дымура так говорит и остальные смотрите сегодня 20 28 новый пакет санкций сша против российских федераций вступил в силу да ну вы знаете что раньше там конгресс сша принял сейчас он набрал силу и так дальше ничего там радикально честно говоря не произошло сразу там поменяли немножко срок кредитования вот там был 90 дней стало 60 дней и на 90 не давали и на 60 потом был 30 стал 14 то есть там расширили список дочек компаний которые попадают под санкции да это расширили но принципе опять же ну вы видите оставили те же самые там сбербанк втб рост ну все то же самое рос нефть то есть ничего радикально не поменяли но почему дымура и все там остальные такие все рубль рухнет рассказывать конгресс сша дал право повторяю дал право дональду трампу до февраля 2018 года без решения конгресса сша так то есть больше не ввести санкции против государственных ценных бумаг россии объясняю на сегодняшний момент в 2014 году когда вводили санкции запретили американский инвесторам покупать еврооблигации государственных российских банк ну там список как раз есть ну сбербанка россии там они время от времени вводили расширяли дополняли так дальше но это не касалось государственных облигаций повторяю вот сбербанк россии облигации покупать нельзя а гособлигации россии можно сейчас такой запрета нет и вот теперь говорят что трамп может вести запрет такой же самый и теперь и физлица и юрлица американский и бы запрещено покупать российские государственные цены если я не понял там вроде бы в резолюции в решении конгресса написано имитированный доллар сша но может быть это действительно хватит все том числе которые рубля но пока решение трампа нет и неизвестно будет ли или не будет потому что это ему дали право но не приказ разницу но давайте рассмотрим а что будет если все таки трамп воспользоваться правом и ведет запрет на покупку всеми американскими инвесторами российских государственных махт и в рублях и в долларах может быть может обвалится рубль давайте посмотрим ну для начала я вам покажу а сколько сейчас существует как бы долгов россии смотрите вот мы видим на первые 14 на первые 15 и даже на первые полосемнадцатого как вы видите внешний долг россии но ведь там иностранного или национального ну что уменьшается серьезно уменьшается эти было 500 400 300 уменьшается то есть и так и так он уменьшается что есть да то есть на сегодняшний момент на сегодняшний момент да действительно внешний долг россии вмешается я так понимаю это после санкции 2014 это как бы политика такая более жесткая причем обращаю ваше внимание что если смотреть на что же будет запрещено видите органы государственного управления вот это есть государственная облигация то есть теоретически под санкции попадет 46 миллиардов долларов сша да тут все в доллары 46 миллиардов там есть еще такой график погашения долгов честно говоря он не страшно ближайшие два года правительство сейчас правительство россии должно погасить в общей сложности четыре с половиной миллиарда долларов но имеется свои долгу это сумма мизерная там в течение двадцати лет правительство россии должно погасить 40 миллиардов чтобы правильно помнить есть такие расчеты то есть другими словами ну честно говоря да долги есть но не радикально абсолютно не радикально но тут же сразу возникает вопрос хорошо долги не радикальны но вы же помните что произошло в 2014 году помните напомнить вам вот смотрите это тоже данные сбербанк извиняюсь банка россии чистый ввоз чистый вывоз обращаю ваше внимание что вывоз вывоз то есть за плюсе стоит но так считает вот смотрите какая была ситуация 2014 год начинаем потом соответствует какой взлет был то есть вот эта стрелочка вверх это когда капитал убегал из россии что произошло прошло следующее как только прошла информация что ввели санкции на гособлигации не водили ввели санкции на облигации российских госбанков ну что вам скажу паника есть паника понимаете тут есть какой риск что будут действительно продавать избавляться от государственных цен влах россии даже те инвесторы которые не американские понимаете тут эффект паники срабатывает это однозначно так что здесь надо тоже учитывать да американские должны ну они не должны продать они не имеют права покупать новые но опыт показывает что когда вводятся санкции то их это сигнал вообще продать даже те которые вы не владеете а теперь 2013 год вот смотрите еще раз повторяю вот там где плюс это плохо и минус это хорошо такое еще доведется видите июнь 2014 да замечательно наоборот валюта уходил еще за частные инвесторы то есть том числе американские а ведь июль вот как раз в конце июля ввели санкции но потом очень добавили видите что какая как рвануло рвануло это слово да потому что фактически ведь какую сумму это все миллионы обращает этот миллионный долларов которые резко начали выходить из россии ну опять же вам напомню что довольно много гособлигаций россии в рублях владели иностранцы и сейчас около 30 процентов владеют иностранцы и хотя по большому счету как бы на их не распространялась вот эти все ограничения но они начали активно продавать в том числе и гособлигации и облигации государственных компаний за рубли и скупать доллары может такое повторить сейчас да может да действительно в случае если ведут санкции на российские гособлигации инвесторы из сша и не только из сша повторять могут очень активно продавать гособлигации россии в рублях и скупать доллары то есть может повториться 2014 года вполне реально то есть такой риск существует при этом хочу вам показать еще одну табличку этот международный резерв понятное дело что тогда банк россии для того чтобы успокоить общество чтобы ну как бы инвесторов дать возможность им уйти видите вот за 2014 год минус золото валютные резервы минус 124 миллиарда да 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 вот как раз 124 миллиарда как раз вот этот график видит пикетки это же по месяцу улетали там сентября октябрь декабрь ух размахом и действительно для того чтобы как бы успокоить общественность чтобы можно было нормально разойтись да 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 действительно банк россии из золота валютных резервов дал валюту чтобы инвесторы которые захотели уйти с российского рынка которые испугались чтобы не могли идти но Но обращаю ваше внимание, в последующие годы, видите, золотые ультаризеры немножко подросли, и вот на 1-11, ну, как бы эта дырка сальдо, только 85 миллиардов, то есть частично компенсируют, что есть, то есть, не спорю, это факт, то есть на сегодняшний момент, да, действительно, частично компенсируют, и сняли это напряжение. По этой причине, что можно сказать? Ну, еще раз повторю, неизвестно, ведет Трамп, не ведет это вот ограничение, но если ведет, однозначно будет отток частных инвестиций, и американских, и неамериканских. Больше или меньше, чем в 2014 году, сложно сказать, но сумма будет большая. Будет ли необходимость тратить золотые ультаризервы? Да, будет. Скорее всего, действительно, надо будет еще 100 миллиардов, миллиардов долларов отдать, чтобы все разошлось хорошо. Да, 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 это вполне возможно. Какие проблемы? Такое возможно. Другая ситуация. Можно ли будет со временем компенсировать этот уход? Да, можно. Ну, вы же сами видите, я золотые ультаризервы показал. Да, вначале была большая дырка, сейчас меньше. Компенсируют. Еще есть один немаловажный фактор. Смотрите, на сегодняшний момент, почему Конгресс, ну, как бы не ввел, он же мог сразу голосовать. Да, вводим запрет на покупку государственных ценных бумаг России. Потому что он доручил Министерство финансов США разобраться. Сейчас объясню в чем. Российское правительство довольно много покупает государственных ценных бумаг США в валюте. Да, да. И здесь может быть какая ситуация? Что если запретят покупать российский, соответственно, российское правительство начнет избавляться от американцев. Обращаю ваше внимание, что есть такая вещь, называется чистая международная позиция. В России она плюс. Плюс 308 миллиардов. То есть, другими словами, Россия инвестировала за рубеж на 308 миллиардов больше, чем инвестировали в нее. И вот в этих 308 миллиардов сидят и гособлигации США. И тут действительно может быть ситуация в другую сторону. Когда российский правительство начнет избавляться от гособлигаций США и, соответственно, за счет этой валюты, ну, как бы, даже не тратит тогда золотую лютную резерву. Вот такая ситуация. И вот такая интересная новость. Продолжение следует...